Привет-привет, дорогие друзья! Меня зовут Татьяна Климова и добро пожаловать в русский подкаст, где мы говорим только на медленном русском языке. Если вы хотите получать видео и подкасты каждые пять дней, приходите в мой клуб Русская Дача. Если ваше кредо по жизни всегда продолжать учиться, это место для вас. Сегодня я расскажу вам, как сделать ваш русский язык более спонтанным, как звучать более спонтанно. Спонтанно значит натурально, естественно. Естественно значит спонтанно. И даже если мы давно изучаем язык, все равно звучать спонтанно это не так просто. Конечно, чтобы звучать спонтанно, нужно много говорить, нужна практика, нужно читать, говорить, слушать. Но я хочу вам сегодня дать несколько секретов, секретных слов, которые звучат очень легко, естественно, натурально, спонтанно. Давайте начнем. Итак, первое слово, которое часто говорят носители русского языка. Носитель языка — это человек, который говорит на языке. Носитель языка. Первое слово — это можно. Можно — это очень хорошее, универсальное слово. В каких ситуациях мы его используем? Например, когда мы хотим что-то попросить. Мы открываем дверь кабинета и мы говорим «Можно?» Извините, можно? Или, например, мы с друзьями на пикнике, и мы принесли разные вещи на пикник. Овощи, фрукты, салаты, рыбу, мясо, другие вкусные вещи. И кто-то принес, у нас, например, нож. И мы хотим использовать этот нож, взять этот нож. И мы можем сказать «Можно?». Это значит «Можно взять». Также, когда мы изучаем язык, одна из самых трудных вещей — это глаголы. И это спряжение глаголов. Спряжение. Спряжение глаголов — это когда мы меняем форму глагола. Например, глагол «брать». Спряжение. Настоящее время — это я беру, ты берёшь, он берёт, мы берём и так далее. Будущее я буду брать или глагол «взять». Спряжение — это я возьму в будущем, ты возьмёшь, он возьмёт и так далее. И, конечно, это не всегда просто помнить все эти формы. И слово «можно» очень полезно, потому что мы можем сказать просто «можно» плюс инфинитив. Например, «можно купить» или «можно открыть». Мы не говорим «я открою» или «ты откроешь», «ты открываешь». Нам нужно подумать хорошо, какую форму выбрать. Мы можем сказать просто «можно...» это можно открыть вот так. Такой маленький секрет слово «можно». Ещё одно слово, которое сделает нашу речь, наш язык более спонтанной — это слово «давай» или «давайте». Очень универсальное слово. Мы также используем его в разных ситуациях. Например, когда мы хотим что-то «предложить», «предлагать», «предложить», «сделать что-то», «предложить идею». Это когда мы хотим сделать что-то вместе с другими людьми или чтобы они что-то сделали. И «давай» плюс инфинитив — это когда мы что-то предлагаем. Например, «давай спать». Значит, «я хочу спать» или «давай обедать». «Я хочу обедать с тобой». «Обедать». «Давай обедать». Также «давай» можно использовать с будущим временем. «Давайте посмотрим». Это значит, «я хочу с вами это посмотреть». «Давайте посмотрим фотоальбом», например. Также «давай» вы знаете, это хорошее слово, чтобы мотивировать кого-то. Например, «давай-давай-давай-давай». Если мы смотрим спортивный матч или другой матч, мы можем использовать «давай-давай-давай-давай-давай-давай». Еще одна ситуация, в которой мы используем «давай» — это когда мы соглашаемся. «Соглашаться», «согласиться» значит сказать «да, хорошо, давай сделаем это». Например, кто-то говорит «хочешь пойти в кино» или «хочешь вместе записать подкаст». И мы можем сказать «давай-давай». Или нам говорят «будешь пить чай?» Мы можем сказать «да, давай-давай». Это значит «да, хорошо». мы можем сказать «да, я буду пить чай» или «с удовольствием». Но «давай-давайте» — это более спонтанная, более легкая форма. Но мы ее используем только с друзьями или с семьей. Это не официальная форма. Еще раз мы используем «давай», чтобы предложить что-то. «Давай обедать». «Давайте пообедаем», чтобы мотивировать кого-то. «Давай-давай-давай-давай-давай! Скорей-скорей! Давай-давай!» И также, чтобы согласиться, чтобы сказать «да». «Хочешь чай? Давай!» Еще одно спонтанное, очень естественное русское слово — это слово «ладно». «Ладно», «ладно» мы также используем, чтобы согласиться, чтобы сказать «да». Это значит «я согласен», «я согласна». Обычно это в более серьезном контексте, это менее неформальное слово, чем «давай», «ладно». Например, я могу сказать моему мужу, я могу сказать «давай ты приготовишь ужин», а я схожу в магазин. И он может сказать «ладно», «хорошо», «ладно». «Ладно» значит «хорошо», «ок». Но «ладно» мы используем также в другом контексте. Мы говорим «ладно», когда мы хотим закончить какую-то идею. Закончить идею, закончить ситуацию. Например, мы в гостях, мы у друзей уже долго, уже вечер, и мы можем сказать «ну ладно, пора идти домой». «Ну ладно, я пошел». «Ну ладно, я пошла». «Ладно». Или когда нам не нравится какой-то разговор. Например, мы не хотим говорить о политике, а другой человек говорит-говорит о политике. Тогда мы можем сказать «ну ладно, хватит, ладно, давайте поговорим о чем-нибудь другом, давайте сменим тему». «Ладно». «Ладно» значит «хватит». «Ну ладно, ну все, ладно, хватит». «Ладно». Еще одно слово, которое сделает нашу речь более спонтанной, это такой синоним слова «до свидания». Синоним слова «до свидания» – счастливо. Да, очень интересно. Обычно мы говорим «ну все, пока», «ну все, до свидания». Но «счастливо» – это вариант, который знают не все. И когда мы хорошо знаем людей, то мы можем сказать «ну все, давай, счастливо». Кстати, «давай» – это еще один вариант слова «пока». «Ну все, давай». Я очень часто, когда говорю по телефону или пишу, вместо «пока» говорю «давай». То есть «давай» – это слово, которое мы используем очень часто в разных контекстах, и оно делает нашу речь более спонтанной. «Ну все, давай, ну давай». Но еще раз, это обычно с друзьями, и это только когда мы на «ты» с человеком. Когда мы говорим на «вы», мы не говорим «ну все, давайте, до свидания». Обычно это только «ты». «Ну все, давай». Еще один способ, метод сделать нашу речь более спонтанной – это использовать короткие слова и фразы, когда мы реагируем на что-то. Когда мы реагируем на что-то, когда мы удивлены, когда мы получаем интересную информацию или просто информацию, часто мы не знаем, как реагировать на иностранном языке. И мы переводим эти фразы с нашего языка. «Переводить», «перевести» – это когда фраза была на одном языке, и мы ее потом говорим на другом языке. «Переводить», «перевести». Я очень часто слышу такие переводы, когда иностранцы говорят на русском, когда вы, дорогие друзья, слышите какую-то информацию, хотите отреагировать. Часто люди делают перевод с их языка. Они могут сказать «это неправда», например, или «вау», или «нет», да, такие фразы. И это не очень спонтанно, не очень естественно. Поэтому очень важно знать такие маленькие спонтанные фразы, реакции, которые мы можем сказать, когда мы получаем новую информацию. Ну, например, мы можем сказать «ничего себе», «ничего себе» – это когда мы получили очень интересную информацию, и мы удивлены. «Ничего себе». Или еще фраза «да ты что? Ты что, серьезно?» «Да ты что?» Да, тоже хорошая фраза. «Да ты что, серьезно?» Или когда мы слышим какую-то информацию, и мы хотим показать нашу симпатию «собеседнику». «Собеседник» – это человек, который говорит с нами. Мы можем сказать «да уж», например. Я часто говорю «да уж». Это когда мы согласны, и мы хотим показать это. «Да уж», «ничего себе», «да уж». Еще один способ звучать более спонтанно – это использовать такие эмоциональные маленькие слова. Например, «же». «Же» – это частица. Частица – это маленькое слово. Это грамматический термин. Частица. «Же». Например, мы можем сказать «Я говорила тебе», «Я тебе говорила», «Я тебе говорил». Но мы также можем использовать эту фразу с «же». «Я же тебе говорила». И это сразу намного-намного более спонтанно. «Я же тебе говорила», «Я говорила». «Я же тебе говорила», «Я же тебе говорил». Или, например, слово «да». Это маленькая частица «да». Здесь это не значит да или нет, это эмоциональный нюанс. Например, да ты что? Здесь это не да, как мы обычно его знаем, это эмоциональная фраза. Да ты что? Это значит правда, не может быть. Мы можем использовать да и же в одной фразе. Например, да ты же всё уже знаешь. Ты всё уже знаешь. Это нейтральная фраза, сухая фраза. Или мы можем сказать эмоционально. Да ты же всё уже знаешь. Да ты же всё уже знаешь. Например, же и да. Ещё один пример с да. Ученица в школе, школьница плохо себя ведёт. Она плохо себя ведёт, значит у неё плохая дисциплина. Она не делает уроки. И учитель приглашает родителей, папу, например, в школу и говорит, почему ваша дочка так плохо себя ведёт. Скажите ей, что нужно делать домашнее задание. И отец может сказать, да я же ей уже говорил, да я ей уже говорил, да я ей уже говорил. Это да. Здесь это эмоциональный нюанс. И ещё более эмоционально это да я же ей уже говорил. Да, я, же, ей уже говорил. Да и же. Две эмоциональные частицы. И, наконец, мой последний совет, как звучать естественно, как звучать спонтанно на русском языке, это пробовать не переводить фразы, сложные концепты, сложные структуры со своего языка на русский язык. Ещё раз, переводить, перевести, это когда мы говорили на одном языке, потом говорим на другом. Переводить, перевести. Конечно, когда мы изучаем язык, мы должны переводить. Мы должны переводить со своего языка или с языков, которые мы знаем. Но осторожно, осторожно, когда мы переводим какие-то идиомы или сложные выражения, сложные структуры. Например, я хорошо знаю французский язык. Часто французы используют такие структуры, например, когда что-то плохо, что-то им не нравится, они говорят «это не идеально» или «это не гениально». Но по-русски мы не можем сказать «а, это не гениально», «ты не пришёл на встречу», «ты не пришла на встречу», «ты забыл о нашей встрече», «а, это не гениально», нет, нет. И это такой дословный перевод. Дословный перевод значит «каждое слово мы переводим». И очень часто это некрасиво. И во французском, например, даже есть такая странная фраза. У нас есть слово «ужасно» в русском, это значит «очень плохо». И французы, когда что-то им не нравится, они иногда могут сказать «это не ужасно». Я сначала не понимала, почему они так говорят, потому что «не ужасно» значит «хорошо». Но потом я поняла, что «ужасно» во французском это иногда синоним «очень здорово», «terrible», «здорово». И «это не ужасно» значит «это плохо». И, например, такую фразу нельзя перевести на русский дословно. По-русски это не ужасно, значит «это хорошо». Поэтому, да, будьте осторожны, дорогие друзья. Не переводите фразы, сложные и дематические фразы, выражения дословно. Давайте повторим ещё раз, как звучать более спонтанно. Используйте такие простые универсальные слова, как «можно», «давай», «ладно», «счастливо». Также полезно выучить короткие фразы реакции, как мы реагируем на вещи. «Ничего себе! Да ты что! Да уж!» Используйте эмоциональные слова, маленькие эмоциональные частицы «же» и «да». «Да ты что! Да зачем? Я же говорил! Я же уже всё сказал! Я же уже всё сделала!» и так далее. И, наконец, не переводите дословно сложные структуры, сложную грамматику, идиоматические выражения. Я надеюсь, что мои советы будут вам полезны. Если у вас есть другие идеи, пишите мне. Спасибо, что слушаете русский подкаст. Вы можете подписаться на мой YouTube-канал, на Instagram, на Facebook, на Twitter. И также пишите мне на e-mail. Вступайте в Клуб «Русская дача», покупайте транскрипции и упражнения на сайте. До скорого! Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!